Им посвящали киноленты, книги, песни, элита русской армии, волевой народ, казаки. Как их только не пытались подчинить цари, оказывая на них давление, но казаки доказали, что они бойцы, способные выстоять в самых суровых условиях. Благодаря им к России присоединились ее восточные и южные земли. Готовься, станет сознава, я, девчина, казака, крепко целовала. Во время гражданской войны казаки стали главной опорой белого движения, которое потерпело поражение, в результате чего казачество было подвергнуто гонению. И лишь в середине 30-х годов правительство СССР приняло решение о восстановлении казачества, разрешив им служить в рядах Красной Армии, за что те отплатили ему, доблестно сражаясь против фашистской Германии во время Второй мировой войны. После развала СССР казаки были полностью реабилитированы, и по сей день идет процесс возрождения казачества. Создаются казачьи кадетские корпуса в старых традициях Российской империи. Один из таких центров открылся год назад в Раменском, и уже этим летом, при поддержке правительства Московской области в нашем городе, прошел широкомасштабный фестиваль казачьей культуры, который посетило несколько тысяч людей. Казачья культура очень самобытная. Я, несмотря на то, что сама татарка родилась и выросла в Северном Казахстане, но я родилась в населенном пункте, где была казачья станица в том числе. И вы знаете, у нас, я уверена, что если мы спросим у любого человека, ну, наверное, почти каждый или через одного и песни казачьи поют в семейном кругу, и знают там любовь к лошадям в нашем случае. Сегодня особой популярностью пользовались скачки всех форматов и выступления показательной джигитовки наших замечательных спортсменов-наездников из Латкарина, которые просто покорили, мне кажется, публику и второй раз выступали практически на бис. Прекрасная верховая езда, безупречное владение шашкой, точная стрельба как стоя, так и во время скачки на коне. Казаки обучались этому с раннего детства. Сегодня джигитовки уделяют не меньшее значение. Свои способности в военно-прикладном виде конного спорта казаки продемонстрировали гостям фестиваля. Получив в их сердцах пламенный отклик. Сила казачьей культуры в том, что сохраняются традиции, традиции любви к своей родине, верности родине и воспитания молодежи в тех же традициях. Вы знаете, все песни, которые они исполняют, вся трибуна, все, кто там присутствует, они все этим песням подпевают. Почему? Потому что это наша с вами культура, это наша с вами история. И казачьи сообщества, они сохраняют вот эту изюминку народной культуры, потому что это красиво. От джигитовки на лошадях до казачьих хоров, до народных хоров. Все прекрасно. И мастер-классы, вы сами видели, насколько это востребовано у людей, потому что не хватает вот именно возврата к исконной русской культуре. Это как раз то, что дает этот фестиваль. Раменская земля традиционно привлекает очень многих зрителей на различные мероприятия. Наша Раменская земля имеет очень много различных традиций. Я надеюсь, что вот этот фестиваль казачьей культуры станет доброй, новой традицией, которая будет прославлять и Раменский муниципальный район, и наша славная Подмосковья. Скоро мы будем отмечать 450 лет служения казаков государству российскому. Это будет в 2020 году. И мне бы хотелось, чтобы сегодняшним фестивалем мы начали подготовку к этой дате. А казаки, как мы знаем, начали свою службу по указу Ивана Грозного именно здесь, в Подмосковье. Сегодняшний фестиваль объединил себе казаков из разных регионов России, из Московской области, и, конечно же, наше Раменское хуторское казачье общество, которое, кстати говоря, мы видим, вот за нашей спиной расположилось. И, конечно, они были главными инициаторами, именно зачинщиками этой идеи. Это именно были наши, конечно, Раменские казаки во главе Существу Николаевичу Коценко, за что ему большое спасибо. Другое дело, что, конечно, фестиваль потребовал от нас серьезной подготовки, но игра стоила свечи. У нас получилось, я считаю. И сегодняшняя дневная программа, и вечерняя программа, которая сейчас проходит с концертом, с отличным казачьим хором, казачьим коллективом, казачьей вольницы. И дальнейшие коллективы, которые выступят, они будут, мне кажется, доставить массу удовольствия, и создадут хорошее настроение и вечерней программе. На сегодняшний день российское казачество располагается на территории 70 субъектов, по предварительным оценкам достигая численности в 7 миллионов человек. Возрастает среди россиян и интерес к их культуре. Первый областной казачий фестиваль тому подтверждение. И, по словам организаторов праздника, мероприятие будет носить традиционный характер. Антон Карташов и Марина Миткевич для программы Городские вести.